Здравствуйте! В эфире телеканала Самара ГИС программа «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова, и врач-психотерапевт высшей категории Алексей Зотов. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Алексей, хочу предложить вам поговорить сегодня на острую, на мой взгляд, тему. Поговорить, попробовать по душам. Сейчас объясню, почему. Тема коронавируса. Много сейчас говорят об этом и по телевидению, пишут и в газетах, и в интернете, в соцсетях. Но, как я внутри себя наблюдаю этот процесс и процесс в окружении, много разговоров не переходит в качество. Эти разговоры не приносят утешения. И то, что сейчас вирус бушует, создает панические какие-то настроения у людей, и уровень тревоги, как мне кажется, зашкаливает. Да, вы правы. И было бы хорошо, может быть, если бы вы добавили, мы сейчас об этом предварительно говорили, о том, что по сравнению с началом этой всей ситуации, мы же с вами уже говорили об этом, начинали говорить, да, было много неопределенности. И вы сейчас, мы об этом говорили, да, что сейчас неопределенности в каком-то смысле стало намного меньше. То есть, что имеется в виду? Ну, какие-то известные схемы лечения, известные, как, чего люди запаслись, где возможно, аппаратами измерения, оксигенации крови и так далее, и так далее. Они даже уже собрали эту информацию по схеме лечения и тестируют ее, перепроверяют. А вот у вас там в вашем городе вот так же лечат, а вот так лечат. И вроде уже более-менее эта информация совпадает. Кто-то уже переболел, определенности стало больше. Я переболел, да. К сожалению, где-то у кого-то в семьях умерли родственники, близкие. Ну, так или иначе, тоже определенности стало больше. И вы заметили, что в связи с этой определенностью тревоги меньше не стало. Вот. А тревоги становится, может быть, больше. Я хочу вас поддержать в этой теме вот в каком плане и, может быть, к нашим телезрителям обратиться. Напомню, телефон в студии 202-11-22. У нас прямой эфир. Звоните, задавайте вопросы. Да, не рискуя или рискуя получить какие-то камни в огород. Ну, в связи с тем, что действительно очень много говорится, пишется, может быть, уже набило оскомину, раздражает и так далее. Ну, масса каких-то чувств. Вот. Главная, наверное, идея, которая, в связи с которой я согласился сегодня этот разговор поддержать, идея в том, что, кажется, мы ищем способ говорить об этом. Ну, то есть, помимо того, что мы знаем какие-то способы профилактики, лечения, они в какой-то степени успешные, неуспешные и так далее. Но мы, и вот это для меня важно, ищем способ вот это жизненное человеческое измерение каким-то образом облечь в слова. То есть, не просто... Ну, почему это необходимо сейчас? Потому что ситуация не закончилась. Потому что, что бы мы ни говорили, в смысле раньше, что мы уже все, что можно было, сказали. Обсудили все версии заговора, обсудили, кому и как защищаться. Но при этом, я не знаю, как вы, Елена, я на себя ощущаю, что это по-прежнему часть моего непосредственного бытия ежедневного. Когда я надеваю маску, заходя в магазины, в публичные места, когда я общаюсь с близкими, с родными, когда я общаюсь с пациентами, когда я смотрю какие-то... читаю записи, да, коллег и так далее. Вот этих нарративов от первого лица много, и люди пишут. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Но при этом это все равно продолжает быть частью жизни. И вот этот поиск слов, поиск того, что дало бы облегчение, как вы выразились, он происходит, да. По себе могу сказать. Мы говорили с вами в начале лета о тревоге неопределенности, когда мы не знаем, с чем столкнулись. В середине лета так случилось мне, в частности, переболеть пневмонией, вызванной COVID-19. И вроде я справилась. То есть время прошло, я восстановилась. Но, тем не менее, я замечаю, что у меня вот этот такой звоночек, этот страх внутри трепещется. И я сейчас пытаюсь в нем разобраться, что это. Или я включена вот в эту общую какую-то тревогу, которой я не могу противостоять, потому что ее очень много. И я до волны, как вы очень точно метафору подметили, да. Стадо антилоп побежало, и я побежала вместе с ними. Да, неважно там в какую сторону и зачем, какой опасности они испугались. Или это мой собственный страх, где я боюсь вот того страха, который я испытывала во время болезни. Потому что мой организм столкнулся с чем-то неизвестным. И я точно знала, что это что-то совершенно незнакомое. И к чему это приведет, непонятно. Теперь я знаю, меня лично привело к выздоровлению. Но что дальше? Меня это не спасает от тревоги. Я вас слушаю и думаю о том, что, видимо, это вот такая новая какая-то реальность, в которую вы окунулись, в которую я по себе знаю, что то, что происходит на фактологическом уровне, ну, болезнь прошла, и то, что происходит в психике, это не одно и то же. Не всегда равнозначные какие-то вещи. Да, то есть, казалось бы, ну, все закончилось, и меня теперь это не касается. А все равно, все равно касается, да. Все равно этот слон в комнате, если коронавирус маленький называть таким, обозначать таким сравнением, да. Вот. И все равно вот эта вот какая-то тревога присутствует. И, ну, требует, может быть, выражение, или не сама тревога, да, вот, ну, я говорю, вот это вот человеческое бытие свое собственное требует как-то об этом говорить. Уважаемые телезрители, у нас прямой эфир, телефон в студии 202-11-22. Если вы хотите поговорить о своей тревоге, или у вас есть какой-то личный опыт, как вы справляетесь с этими тревожными состояниями, звоните, делитесь. Исправляетесь ли? Да, исправляетесь. Я могу сказать, что, наверное, часть моих переживаний связана с тем, что я в силу вот этих ограничений, ну, плюс еще отпуск повлиял как-то, мои пациенты остались без психотерапии. Я ощущаю определенную ответственность, и, ну, мне важны были эти процессы, до сих пор важны. И вот в этой степени, я просто знаю, ну, по каким-то их комментариям, в соцсетях же это можно, по их звонкам, по их переписке, когда начнутся группы, когда начнутся занятия. Вот я сейчас, может быть, к вам обращаюсь, уважаемые участники групп психотерапии, если для меня вот эта передача еще один из способов, ну, контактировать, способов показать, что, ну, я никуда не делся, мы можем вот в этом пространстве какие-то задавать друг другу вопросы, протягивать друг другу, ну, вот это участие совместно. Алексей, перед эфиром мы обсуждали с вами, пытались найти ответ на вопрос, с чем связана эта неопределенность, которую мы сейчас испытываем, это тревога, вернее, неопределенности. И мне понравилась ваша метафора, которую вы нашли буквально за несколько минут до эфира. Поделитесь? Напомните. У нас звонок. Да. Здравствуйте. Добрый вечер, Елена, добрый вечер, Алексей. Вы знаете, я медицинский работник, массажист, меня зовут Елена. Я хотела бы вот о чем рассказать. Я частенько наблюдаю такую ситуацию, да, вот я езжу каждый день, ежедневно, вот, по будням, да, на работу и обратно возвращаюсь в общественном транспорте. Вот я, к честности скажу, автобус номер 70. Вот неоднократно сталкиваюсь с тем, что кондукторы не соблюдают масочный режим. Не соблюдают. И когда начинаешь просто говорить им об этом, они протягивают руку, давайте оплачивайте проезд. А и когда им просто говоришь, вы без маски, пожалуйста, поставьте валидатор, я приложу карточку. Стальной картой я пользуюсь. Они в это время начинают хамить. Чего надо, успокойтесь, а что такое? Вот. И звоните, куда хотите, говорят. И вот на замечания не реагируют никак. Хотя как же проверки в городе, что соблюдение масочного режима? Я просто очень беспокоюсь, я боюсь, что меня просто заразит. Не хотелось бы болеть. Спасибо, Елена. Спасибо, Елена. Вот человек поделился своей тревогой, да, из-за своей ежедневной ситуации. Ну, к сожалению, те проверки, о которых говорит Елена, мне кажется, у города, конечно же, не хватит никаких ресурсов проверить каждого человека. И мы здесь говорим об ответственности тогда, личной ответственности. Я вот о чем сказал бы и скажу. Ситуация, которую Елена описала, мы ее можем рассматривать в нескольких плоскостях, и это тоже потребует много времени. Как обычно, жизненная ситуация любого человека, она многомерна. Здесь есть и юридические какие-то аспекты, да, очевидно, люди нарушают, ну, как минимум, распоряжения, да, которые присутствуют сейчас. Вот. И, безусловно, для меня юридический аспект, да. Есть аспект ответственности, о котором вы сказали. Это такой, ну, если хотите, экзистенциальный человеческий аспект, да. Вот это вот, где мы, ну, бережем друг друга или не бережем. И нам не обязательно об этом выпускать распоряжения, да. Ведь когда в семье люди друг друга берегут, они это делают не потому, что кто-то выпустил распоряжение. Давайте, чтобы супруги и дети берегли друг друга. Потому что они понимают, что, ну, это для них важно, и они не хотят никого потерять. То есть есть человеческий аспект, есть психологический аспект для меня, очевидный, да. Очевидное сопротивление, очевидные вопросы власти, вопросы отреагирования, так у нас это в психологии называется, да, вот этой злости. Алексей, вынуждены прервать вас, у нас снова звонок. Да. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Видимо, сорвался. Продолжайте перезвонять. Вот, и вот это, наверное, удивительная ситуация. Я вот сейчас о чем вспомнил. Ну, вот снова, не знаю, подключился ли тот звонок. Звонок, да. Здравствуйте. 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 Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Нелли Ивановна. Нелли Ивановна. Нелли Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Я не с вопросом к вам, Алексей Михайлович, а, в общем-то, с благодарностью. Угу. За, в общем-то, в 2009 году я проходил у вас психотерапиню. Навряд ли, конечно, вы меня помните, но я вам благодарна. Нет, я помню, Нелли Ивановна, я помню вас, конечно. Это правда. Вы что? Да. Очень, очень приятно. Ну, я вам очень благодарна. Вам здоровья. Спасибо. Вам тоже здоровья, Нелли Ивановна. Спасибо огромное. Как вы справляетесь с коронавирусом? С коронавирусом, ну, как, у нас и страхи, и паника бывает такая. Ну, как-то не очень так комфортно. Ага. Особенно пенсионерам. Да, вот как? Только достаточно соблюдать вот эти меры, которые сейчас рекомендуются, или что-то еще? Нет, это недостаточно. Меры, конечно, мы соблюдаем и масочные, и не ходим там, где-то, в общем, в труппотворении. Но у нас проблема в том, что у нас у всех болячки, а мы в поликлинику уже боимся идти. И туда, куда бы мы хотели сходить, мы уже не ходим. Мы как бы, ну, за границей. Ну, в общем, очень мало общения, естественно, и много страхов, переживаний за детей, за себя, мы все-таки в возрасте. Наливановна, в свою очередь хочу спросить, вы уже обозначили, что у вас есть опыт в психотерапии. На ваш взгляд, этот опыт, какие-то знания о собственных процессах в душе, в психике, помогают ли вам в нынешней ситуации? В нынешней? Вы имеете в виду коронавирус? Да, да, когда много тревоги вокруг, когда у людей разные чувства, и они не знают, как с ними справиться, что с ними сделать. И, может быть, иногда даже не знают, как их назвать, то, что внутри будоражит. Знаете, я бы сказала, помогают. Потому что после прохождения психотерапии у Алексея Михайловича, там что-то там такое происходит, объяснить не могу, но что-то происходит. И, в общем-то, пришло понимание какой-то жизненной ситуации и объяснение какой-то, вы знаете, копается как-то все в себе. И, грубо говоря, вытаскивает наружу. И, в общем, понимает себя, в первую очередь. Ну, то есть какой-то внутренний диалог, который, можно сказать, ну, даже эффективен в какой-то степени. Это да. Но посещение психотерапевта для меня, это было единственное, в общем-то, как-то стимул выжить. Спасибо большое, Анна Ливановна, за ваш звонок, за вас отзыв и за обратную связь. Потому что для специалистов обратная связь имеет значение. Имеет значение, я, может быть, какую-то так сейчас грубую вещь скажу. Я думаю, как для любого доктора, имеет значение то, что те люди, с которыми они общались, и те люди, которым удалось помочь, поучаствовать как-то, те, которые продолжают жить, контактировать, заботиться о детях, это лучшая награда, если хотите, да, лучшая обратная связь. Ну, то есть от этого очень тепло на душе. Я благодарен на Иле Ивановне, что она вот позвонила. И я отчасти получил ответ на тот вопрос, может быть, лично, да, который задал. Как говорить о коронавирусе? Может быть, говорить о тех моментах, о тех чувствах, которые важны, которые людей связывают друг с другом, которые поддерживают друг друга. А еще второй момент, о котором я подумал, вот Нелли Ивановна тоже его обозначила. Я как раз перед ее звонком хотел об этом сказать. Вот, я родился в советское время, в пионерское. Я помню, что, ну, вот на разных уроках мира, там еще каких-то, да, был разговор о том, что вот мы не жили в войну, к нам приходили ветераны и рассказывали, как это было. Точно было дело. Да, вот. И, ну, и, как бы, всегда эти рассказы сопровождалось, не дай бог вам, вот, как-то жить, да. Причем война – это такое время, которое, ну, в основном, наверное, поскольку молодые люди уходили вот так на фронт, рисковали больше всего, вот, то погибали они. А сейчас как будто у нас фронт с какой-то другой стороны. Тут ударом в большей степени оказались люди пожилые. Да, вот. И сейчас Нелли Ивановна об этом сказала, как за границей. И это, ну, вот такая очень тревожная, очень такая, как это сказать, информация, которая, наверное, заставляет задумываться детей, а что делать, да, когда родители… Ну, детей, я так понимаю, моего возраста чуть больше, чуть-чуть старше, чуть младше. А как спасти родителей, да, как помочь? Я знаю, что кто-то уже запасается лекарствами, кто-то, так сказать, вот договорился, какие-то места, если чего, ну, как обычно у нас в человеческом обществе. Но при этом у всех есть понимание, что не всегда это помогает, не всегда это спасает. Мне хочется сейчас сказать и обратиться к телезрителям, позвоните родителям. Потому что Нелли Ивановна обозначила эту тему, да, одиночество присутствует, когда действительно даже дети тревожить за своих родителей не приходят в гости. Не знаю, там, гостиницы или продукты оставляют у порога. Ну, по крайней мере, это было очень сильно в период самоизоляции. Сейчас все по-разному как-то обходятся с этой ситуацией. Но, тем не менее, вот поддержание этого контакта – это же очень важная составляющая. Очень важная составляющая. И я подозреваю, что вот тот самый момент, о котором мы с вами начали говорить, неизвестно. Ну, вообще, нужно об этом говорить или не нужно, я думаю, в семьях это решают по-разному, да. Слушай, папа, мама, ты тревожишься, да, как ты с этим? Или нужно говорить о чем-то, ну, как бы демонстрируя, что жизнь продолжается. О внуках, о покупках, о даче, которые вот нужно законсервировать. Нелли Ивановна, кстати, обозначила тоже тему. Те болезни, которые сейчас есть у пожилых людей, они продолжаются наравне с коронавирусом. То есть это тоже вот какая-то определенность есть про болезни, но появилась новая неопределенность, что с ними делать, да. Как я могу вот эти свои физические страдания принести врачу, если там меня подстерегает новая опасность, неизвестная. И действительно, да, все с ног на голову переворачивается. В больнице то место, где можно было, ну, я сейчас не беру всякие реалии, которые тоже, безусловно, важны, но по большому счету прийти и поговорить с доктором, да, где можно было скорректировать терапию, ну, то есть как-то получить помощь и спасение. Сейчас стали горящими зонами. Даже если они не обозначены как красные зоны, это всегда скопление людей. И вряд ли сейчас в поликлиниках, ну, в поликлинике приходят люди, которые, ну, просто так приходят. Скорее всего, с температурами, да, и это опасно. Вот как раз сейчас мне хочется вернуться к той метафоре, о которой я вас попросила рассказать про мать и ребенка. Ну, я сразу скажу, что я не очень понимаю пока, как это нам поможет. Ну, я знаю, что мои метафоры мне обычно помогают, может быть, по-разному взглянуть. Может быть, они делают, добавляют кислорода в текущую ситуацию, когда есть кислород, тревоги поменьше становятся. Мысль была о том, что, ну, может быть, я про себя, может быть, часть телезрителей тоже в такой ситуации жили. Какое-то последнее время мир при всех каких-то конфликтах, террористических актах и так далее, вот локально был, ну, дружелюбен. Ну, под миром мы имеем в виду планета Земля, природа, да, какая-то окружающая действительность. Да, можно было выйти в гипермаркет и чего-то там купить, не опасаясь. Можно было поехать в общественном транспорте, можно было выйти на лавочке, посидеть с соседями, соседками. Можно было поехать в гости к детям, у кого в других городах можно было переехать. То есть, действительно, люди получили возможности, ресурсы сделать свою жизнь более-менее комфортной, ну, в рамках тех возможностей, которые у них есть. Ну, вот я еще добавил, что это дружелюбно, то есть, ну, как бы природа расположена к нам, да. А сейчас, и моя метафора была, что, насколько мы знаем, вот в психологии, в психотерапии, младенец тоже в определенное время переживает вот такое дружелюбие материнское. Она, мама... То есть, малыш появляется у мамы, да? Да. Я немножко буду так концентрировать наш образ. Ну, как мама, расскажите, да. То есть, земля – это мать, человечество или каждый отдельный человек – это ребенок по отношению к земле и к природе. Да? Да, ну... Принятие, любовь между ними, да. То есть, вовремя покормили, ну, имеется в виду, когда мы сбегали в супермаркеты, купили себе еду какую-то, приготовили. Транспорт пришел вовремя, кондуктор вежливый, врач всегда доступен, когда я его пришел. Да, неожиданность ситуации в том, что природа вдруг как будто стала враждебной. И я думаю, что мы в какой-то степени такой опрокинуты, что с этой враждебностью делать. Мало того, что эта враждебность ощущается как смертельная враждебность. И здесь как раз вот возвращаясь к младенцу, который сначала имеет дело в этом мире с принимающей матерью, но в какой-то момент он сталкивается с тем, что мать в силу каких-то своих причин не удовлетворяет его запросы. Не вовремя ему покушает, ала, или там, не знаю, не вовремя пеленки поменяла, не вовремя на ручки взяла и приласкала. И ребенок, младенец, который не знает жизни, а живет одними эмоциями, он воспринимает это как катастрофу. Ну и возможно, как посягательство не только на комфорт, но и на физическое устранение. То есть меня не покормили, я вообще не знаю. Ну, мы реструктурируем. Это как раз неопределенность, да? Это бога неопределенности. Может быть, он так себя ощущает, что, не осознавая, что меня не покормили, возможно, я теперь умру. То есть это было последнее кормление и дальше только смерть. Вот. И вот это ощущение, что с нами эта штука происходит. Ну и дальше масса всяких вещей нас за это наказывают. Это я сейчас туда не буду уходить. Человечество так много навредило природе, что оно решило отомстить, отрегулировать. Мы должны расплачиваться. Ну, я развивать эту штуку не буду. Таких слов очень много. Но ощущение, что жизни нашей угрожает, нашей, моей, может быть, вот... Ну, это такой экзистенциальный ужас. Что нам в этой катастрофичной ситуации может дать надежду, присоединив вот к этой метафоре, которую мы сейчас пытались с вами описать? Может быть, спросить телезрителей, что дает им надежду? Может быть, кто-то успеет дозвониться? Присоединяйтесь к разговору. Телефон к студии 202-11-22. Мы ждем ваших звонков. А что давало вам надежду, когда вы болели? Все проходит, и это пройдет. То есть мне давало надежду, что как-то я, возможно, адаптируюсь. И моя психика, моя душа также адаптируются к этой ситуации. Мне кажется, я достаточно четко понимала, что жизнь не будет прежней. Как-то надо будет с этим жить. И тогда, конечно же, возникает вопрос, остаюсь ли я прежней или мне внутри как-то придется с чем-то договариваться. Ну, например, снижать уровень собственных притязаний. О чем я говорю? Если раньше я могла планировать свободно какие-то поездки, будь то за границей или где-то по региону, то сейчас мне приходится анализировать, больше тестировать текущую реальность. То есть могу ли я за границу поехать? Думаю, нет, я уже не поеду, потому что не факт, что я вернусь. Так границы перекроют, у меня работа, семья и прочее. Значит, я начинаю смотреть на внутренний туризм какой-то. И дальше я смотрю, какие меры безопасности мне нужно применить. Да, наверное, если я собираюсь ехать в другой регион, то я собираю информацию какую-то об этом регионе. Я вот о чем подумал. Не перебиваю, Вильям? Да, у нас немного времени, поэтому... Я просто вас слушал сейчас и о чем подумал. Мы тоже это с коллегами иногда обсуждаем. Я вдруг подумал, почему нам так стало тесно в своих собственных границах. Потому что примеры, которые вы приводите, они все про трансграничность. Ну, то есть, другой регион, это другое место, зарубеж, куда-то поехать, что-то спланировать. То есть, вот у меня ощущение, что... мысль, точнее, что нынешняя ситуация, я думаю, что это про надежду. Это вот о том, чтобы свое собственное локальное какое-то пространство снова обживать, я не знаю, по миллиметру, да, свою квартиру, свой город, может быть, да, где живут близкие. Свою страну, вот как я описал. Свою страну, да. То есть, вопрос, что меня все время гнало куда-то уехать, ну, помимо всяких прочих вещей, да, путешествий, развлечений, что так плохо мне на одном месте сидеть, да, что меня все время подрывать, что меня так грызть начинает, что повышает мою тревогу, что я не могу... Вон, монахи там по семь, по десять лет сидят в своих монастырях, да, и, в общем, это как-то двигаются душевно. Что-то, что-то вот вокруг этого я бы поискал. Мне кажется, что, ну, это в человеческой природе опыт обдумывать, рефлексировать по поводу опыта и искать, ну, вот, как я сказал, искать способы об этом говорить, в том числе профессиональные, да. Если мы в силу обстоятельств регрессировали, да, у нас произошел возврат к неким младенческим чувствам, беспомощности, неопределенности, тревоги какой-то, злости, да. Гнева. Гнева, то мы все равно подрастем, как бы то ни было. И младенец в какой бы семье он не родился, он адаптируется к окружающей семье, да, к окружающим близким. И мы. Я надеюсь, что как специалисты, психологи, психотерапевты есть возможность говорить с людьми, обсуждать, чтобы этот процесс адаптации, ну, прошел, наверное, здоровее, что ли, можно так сказать. Я с вами соглашусь, Елена, знаю, что это не последний разговор, и знаю, что говоря вроде бы об одном и том же, но все время подбирая слова и заглядывая внутрь себя, мы какую-то свою человеческую жизнь продолжаем. И это не вот это перемалывание чего-то пустого, не переливание, а вот попытка вот эти зерна и ценность в себе найти. Спасибо тем, кто звонил сегодня, меня это поддержало. Спасибо большое нашим телезрителям, кто принял участие в нашей программе, смотрел, звонил. Спасибо большое, Алексей. Увидимся в следующий вторник на телеканале «Самары ГИС» в прямом эфире. Телефон студии 202-11-22. Берегите себя. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»